Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главные за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбрать лучшего в Самарской области началось голосование на всероссийском конкурсе Народной участковой МВД России. Первый в мире метод выявления сердечной недостаточности без операционного вмешательства. Самарские ученые представили новую разработку. Стрижиный поезд скоро отправится из Самары в Краснодар. Волонтеры завершают сезон спасения пернатых. Опубликован итоговый протокол о результатах выборов губернатора Самарской области. Подписание состоялось на заседании избирательной комиссии региона. Постановление было принято единогласно. Выборы на территории региона были признаны состоявшимися и действительными. Дмитрий Азаров, избранный на должность губернатора Самарской области, получил 1 миллион 86 тысяч 187 голосов избирателей, что составляет 83,83% голосов. Между другими кандидатами голоса избирателей распределились следующим образом. Алексей Лескин – 6,73%, Александр Степанов – 4,28%, Михаил Маряхин – 1,75%, Сергей Пухаев – 1,74%. Явка избирателей на выборах губернатора Самарской области составила 53,79%, или 1 миллион 296 тысяч 989 избирателей. Итоги работы общественных наблюдателей подвели в Общественной палате Самарской области члены Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. Тему продолжит Галина Топилина. Выборы 2022 года в Самарской области прошли честно, открыто, легитимно. Около двух тысяч подготовленных и специально обученных общественных наблюдателей следили за прозрачностью и законностью избирательного процесса. Независимым общественным наблюдением был обеспечен каждый избирательный участок в регионе. Задача была довольно такая объемная, потому что у нас 1751 избирательный участок. И надо было обеспечить, чтобы на каждом из них были независимые наблюдатели. Но учитывая, что голосование у нас шло три дня и работа шла в течение, в общем, 12 часов, эта задача непростая. Скажу сразу, что по нашим оценкам, ну и по оценкам тех, кто смотрел все это дело, значит, с этой задачей наши общественные наблюдатели справились. На 148 УИКах велось видеонаблюдение. Видео транслировалось в Центре общественного наблюдения. Двери Центра все три дня были открыты для желающих принять участие в наблюдении за ходом голосования. Из кандидатов к губернатору Самарской области данным предложением воспользовался только один кандидат от парламентской партии. Большое количество было лидеров общественного мнения, которые приходили к нам, которые принимали участие в работе Центра общественного наблюдения. И, соответственно, там большое спасибо, я хочу сказать, постоянно присутствовали ведущие СМИ региона, которые помогали нам освещать ход видеонаблюдения. Нарушения, способных повлиять на ход голосования и результаты выборов, в Самарской области не зарегистрировано. Все обращения, поступающие на горячую линию, оперативно рассматривались. 30% из них социально-бытового характера, 70% по вопросам реализации избирательного права. Из 60 направленных нами экспресс-сообщений мы получили ответ на 30, то есть наполовину мы уже получили ответ, и только за три дня. То есть надо отметить, что все органы, куда направлялись наши экспресс-сообщения, по тем или иным нарушениям, либо по фактам, которые не являются нарушением, но требуют проверки, наполовину за три дня получат ответы, остальные в работе. Из них из половины 10 уже прям с конкретно решенными проблемами. Особенностью этой избирательной кампании стало наличие предложений от граждан о совершенствовании избирательного законодательства и о внедрении механизма электронного голосования в Самарской области. Это говорит о росте гражданского самосознания у людей и вовлеченности в жизнь своей страны и региона. Политическое сознание наших граждан растет, и его нужно развивать и укреплять. Работа общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами продолжит свою работу, пока не будет рассмотрено последнее обращение. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Григорий Плешаков, события. Удобство и комфорт для всех представители Самарской общественной организации инвалидов-колясочников проверили новые автобусы, которые недавно вышли на городские маршруты на доступность для маломобильных граждан. Инспекцию проводили прямо в автопарке транспортного предприятия. Что оценивали в первую очередь, расскажем в нашем материале. Екатерина Вопридская, член Самарской организации инвалидов-колясочников, регулярно пользуется общественным транспортом. И не понаслышке знает, чем должны быть оборудованы машины, чтобы они были доступны для всех. Насколько новые автобусы, которые недавно были закуплены городом, соответствуют требованиям, женщина проверила в автопарке транспортного предприятия. Техническое состояние замечательное. И есть площадка для этого, кондуктора хорошие, подходят, все хорошо, спрашивают. Очень замечательные автобусы. Побольше бы их. Представители Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников Ассоциация «Десница» проверили скорость открывания аппарели, ее угол наклона, место в салоне, отведенное для коляски, высоту валидаторов для удобства оплаты проезда и работу сенсорных кнопок для вызова водителя. Функциональностью новых белорусских машин остались довольны. Вот эти автобусы очень комфортные, очень удобные для инвалидов. По крайней мере, пользователи об этом так же говорят, наши ребята. Но то, что мы увидели, в общем-то, в принципе, все очень здорово. Если к технической части нареканий нет, то к сотрудникам транспортных предприятий иногда возникают вопросы. Особенно, если экипаж сильно торопится, забывая выполнять свои задачи. В свою очередь, в автопарке регулярно работают в этом направлении, проводят инструктаж с водителями и кондукторами. В частности, акцентируют внимание водителей на необходимость подъезда к остановке с учетом расстояния, необходимого для раскладки аппарели, а также оказание помощи маломобильным пассажирам. В том числе, конечно же, мы обращаемся и к пассажирам, которые находятся в подвижном составе, внутри подвижного состава. И когда заходит пассажир маломобильный, чтобы они реагировали тоже адекватно, чтобы не подгоняли, не говорили, что мы опаздываем на работу, не создавали вот эту вот излишнюю конфликтность внутри салона. Предоставление населению города качественных и своевременных транспортных услуг является приоритетным направлением деятельности местных властей. Важно, чтобы все группы граждан имели возможность пользоваться общественным транспортом. Поэтому вся новая техника, которая закупается городом, соответствует реализации этих задач. Новые автобусы, трамваи, троллейбусы – низкопольные, оборудованы пандусами, световыми табло и громкоговорителями. Мы выполняем пассажирские перевозки, и среди пассажиров есть особые категории, к которым и внимание особое, и потребности у них тоже особые. Поэтому весь транспорт, который закупается в последние годы, он, конечно же, соответствует не только требованиям современности, удобности и комфорта, но и доступности в части маломобильных граждан. Напомним, новые автобусы выходят в рейс на одни из самых загруженных городских маршрутов, в том числе номер 1, 50 и 51. Жители, пользующиеся этими маршрутами, просили увеличить количество рейсов. При этом мониторинг работы маршрутов, обслуживающих самые востребованные направления, продолжается, в том числе и по направлениям, которыми чаще всего пользуются категории граждан, которым требуется особое внимание. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самарской области идет голосование на всероссийском конкурсе народной участковой МВД России. Жители могут отдать свой голос за сотрудника полиции, который, на их взгляд, наиболее полно отвечает званию лучшего участкового. С одним из претендентов познакомилась съемочная группа событий. Старший участковый полиции Виталий Михайлин, как и его коллеги, на связи с гражданами 24 часа в сутки. Обязанности офицеров – пресечение уголовных преступлений и административных нарушений, беседа с гражданами и надзор за освободившимися из мест лишения свободы. Особое внимание старший лейтенант уделяет пожилым людям. Предостерегает пенсионеров от разговоров с телефонными мошенниками. Вам могут позвонить неизвестные лица на ваш сотовый номер телефона и попросить вам сказать номер вашей карты. И сзади три цифры. Об этом говорить никому не стоит. Хорошо, что нам это говорят, но забываем по возрасту, видимо. Виталий Михайлин работает участковым в поселке Зубчининовка 5 лет. Службу свою любит. В этом году решил принять участие во всероссийском конкурсе Народной участковой МВД России. Этот конкурс – масштабная акция, которая призвана повысить уровень доверия населения к сотрудникам полиции. С людьми, конечно, надо быть открытыми. Потому что, когда ты общаешься с гражданами, и граждане также к тебе открыты. То есть мы 24 на 7 всегда на связи, всегда гражданам помогаем. Какие-то проблемные моменты всегда им стараемся помочь. По мере их поступления. Потому что наша служба состоит из того, что мы служим народу, служим закону. Из-за этого мы всегда на связи. И участковый первый приходит на выручку. В работе участковых много ситуаций, которые не связаны с правовой помощью гражданам. Один раз, я помню, у нас прорвало трубу. Здесь Зубчининка перекрыли дорогу. Мы с сотрудниками дежурной части проводили гражданку до роддома. И она как бы успела родить. То есть все нормально. И в честь водителя назвали сына Дмитрием. Жительница поселка Зубчининовка Надежда Ястребова уже отдала свой голос за Виталия Михайлина. Женщина надеется, что в конкурсе Народной участковой МВД России старший лейтенант станет одним из победителей. Улыбчивый, отзывчивый. Все знает, вникает во все. И поэтому мы гордимся, что у нас есть такие молодые участковые. Вы проголосовали? Да, я за него проголосовала. Вчера вечером уже увидела. И если он займет лучшее место, мы все будем довольны. Конкурс Народной участковой МВД России пройдет в три этапа. Первый – районный, с 11 по 20 сентября. Второй – региональный, с 7 по 16 октября. Третий – федеральный, с 1 по 10 ноября. Проголосовать за кандидата можно на официальном сайте Главного управления МВД России по Самарской области в разделе Народной участковой. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Самарские ученые разработали первый в мире метод выявления хронической сердечной недостаточности без операционного вмешательства. Сенсор позволяет определить болезнь с использованием оптического метода. По словам авторов, разработки диагностика при помощи лазерного облучения кожи станет альтернативой инвазивным методам, которые используются сегодня. Из лаборатории Самарского госуниверситета репортаж Светланы Тимофеевой. Профессор кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского госуниверситета Иван Браченко – один из разработчиков единственного в мире метода выявления хронической сердечной недостаточности на ранней стадии, при применении которого не требуется операционного вмешательства в человеческий организм. Этот метод использует спектроскопию, то есть метод, основанный на взаимодействии лазерного излучения с тканями кожи. При этом лазерное излучение немножко по-разному может взаимодействовать с различными компонентами кожи в зависимости от состава. И когда развивается болезнь, меняется метаболизм организма, в том числе и тканей кожи. Привод подключается к лазеру, чтобы подвести излучение к коже пациента и к детектору. Информация затем выводится на экран компьютера. Она связана с химическим строением тканей кожи человека. Спектр сравнивается с уже полученными данными других здоровых пациентов и тех, кому уже поставлен диагноз. У каждой болезни свой уникальный спектр. Мы набрали базу спектральных данных в ходе клинических исследований в больнице Пирогова и в больнице Середавина. И на основе полученной базы мы сделали математическую модель с использованием нейронных сетей, которая как раз-таки позволяет нам анализировать спектры и проводить эффективную классификацию у пациентов. Сенсор применяет излучение ближнего инфракрасного диапазона. Очень низкоинтенсивное. И для здоровья человека оно не опасно. Вообще излучение, которое, например, на нас каждый день попадает, то, что солнце светит, ничего же страшного не происходит, если не злоупотреблять. Здесь такая же идея, что оно очень низкоинтенсивное и никак не вредит человеку. Обработка результатов занимает примерно минуту. Собственно, да, в чем видят интерес наши коллеги из медицинского университета, из клиник самарских, это как раз высокая точность применения метода. И причем, что, наверное, самое главное, это объективная информация о наличии или отсутствии болезни. То есть здесь аппарат не завязан на мнение конкретного врача, это объективная информация. Согласно статистике ВОЗ, от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают порядка 20 миллионов человек. Это наиболее распространенная причина смерти в мире. На начальной стадии заболевание протекает без выраженных симптомов и часто диагностируется только в тяжелых формах. Поэтому разработка систем ранней диагностики хронической сердечной недостаточности сегодня одно из приоритетных направлений научных медицинских исследований. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский, События. Стрижиный поезд скоро отправится из Самары в Краснодар. Волонтеры движения Стрижи Самары завершают сезон спасения пернатых. Птицы часто врезаются в высотные дома, падают на землю. Волонтеры их выхаживают и выпускают на волю. Но часть птиц за лечение улететь на юг вовремя не смогли. Поэтому скоро самарские волонтеры отвезут их в Краснодар, чтобы выпустить там. Подробности далее. Екатерина Девятова работала в зоопарке, когда ей принесли первого Стрижа. В городе растут высотки с зеркальными окнами. Стрижи, пролетая на большой скорости, теряют ориентир, врезаются в них и оказываются на земле. Вспоминает, опыта выхаживания этих птиц у нее не было. Но с годами алгоритм действий выработался. И сейчас Екатерина с готовностью делится знаниями со всеми желающими. Многие, впервые подобрав птицу, кормят ее творогом, яйцом и даже собачьим кормом. Делать этого категорически нельзя. Иначе у Стрижей начинаются проблемы с почками и печенью. Несвоевременная линька. Если ее выпустить в небо, у нее происходит обновление пера, перестройка, обмена веществ и перья начинают высыпаться. Для Стрижа, который летает на скорости 100-160 км в час, это смертельно. А птиц все приносили и Екатерина поняла, что одна уже не может выкормить их ни физически, ни финансово. Так в соцсетях появилась группа Стрижи Самаров, в которой Екатерина объясняла нашедшим Стрижей, как за ними ухаживать. Если вы нашли птицу, не нужно приносить ее в зоопарк или эколого-биологический центр. Они не специализируются на выхаживании Стрижей. Нужно сразу обращаться в сообщество Стрижи Самара. Воодушевленные общей идеей волонтеры вносят свой вклад в дело спасения пернатых. Одни консультируют тех, кто нашел птицу, другие лечат, третьи берут на выкорм. В Самаре на самом деле сейчас в группе около 800 человек Стрижи Самара и обязательно где-то рядом по соседству у кого-то уже есть птичка либо опыт по птичке и какой-то запас насекомых. Поэтому у нас даже если человек в 2 часа ночи зашел в чат и говорит, я на площади Куйбыша нашел только что Стрижа, буквально в течение 20-30 минут обязательно в чате откликается человек и говорит, ой, я тут рядом на соседней улице, вы можете подъехать. Наталья Железнякова к сообществу Стрижи Самара присоединилась три года назад. Я шла по улице у нас был ремонт дороги во дворе и что-то под ногами затрепухалось маленький серенький комочек я сначала не поняла что это подобрала этот комочек на следующий день я подобрала еще два комочка их кто-то нашел посадил в банку с спросом я шла, увидела думаю, ну что а где один, там и три забрала этих себе и вот так вот началась моя карьера Стрижа Спасателя в первое лето Наталья выкормила 6 стрижей на следующий год 12 а этим летом 36 птиц задача непростая взрослая птица ест каждые 2-3 часа за день съедает от 100 до 120 сверчков птенцам питание требуется гораздо чаще в этом году мне пронесли 3 маленьких птенчика которые были от 2 до 6 грамм весом тех я кормила каждые 15 минут вот с яичком вот как они вылупились каждые 15 минут это днем, ночью ты встаешь, кормишь они 24 часа на 7 везде со мной то есть если я еду куда-то отдыхать они едут со мной еду я на пляж они едут со мной вместе с тормозами со льдом с едой либо с живой либо с замороженной выпускают выкормленных птиц волонтеры подальше от города в поле важно, чтобы это было хорошо просматриваемое пространство без деревьев, кустов перед выпуском активисты убеждаются что поблизости нет хищников но от их внезапного появления никто не застрахован никого не было ни единой птицы я выпускаю стрижа и откуда ни возьмите появляется хищник и вот я снизу смотрела вот эту вот схватку между стрижом и какой-то хищной птицей не знаю, кто это был но стриж ушел от нее это было очень страшно когда ты стоишь визжишь, кричишь потому что ты понимаешь столько сил ты вложила этого птенца и тут вот его пытаются сажать и ты ничего сделать не можешь птиц, которые удалось подлечить до конца лета выпускают на территории региона но сейчас у волонтеров на руках осталось несколько стрижей которые сами до теплых стран уже не доберутся слишком похолодало в начале осени активисты движения стрижи Самары формируют так называемый стрижиный поезд скидываются на бензин корм и отправляют единомышленников на машинах со стрижами в Краснодар они очень замечательно поют и стрижей не влюбиться просто невозможно потому что это потрясающие птицы неба и когда ты держишь птенца который уже вырос окреп и стал взрослой птицей и готов к полету когда ты выходишь в поле он у тебя взлетает это просто непередаваемое ощущение что ты подарил жизнь этой маленькой прекрасной птице Виктория Шарая Николай Сидоров Игорь Казановский События Повод похвалиться дарами природы с огорода поделиться новыми рецептами и просто приятно провести время на пороге окончания дачного сезона Осенний праздник урожая прошел сегодня в Самарском дворце ветеранов Подробнее в сюжете Галины Топилиной В небольшом зале Самарского дворца ветеранов яблоку негде упасть Традиционный осенний праздник собрал самых творческих дачников и изобретательных мастеров кулинарного дела На столах не просто блюда из овощей и фруктов а настоящие произведения искусства Здесь оживают кабачки и перцы а яблоки превращаются в гусениц Уже более 10 лет в начале осени Дворец ветеранов совместно с Самарской организацией Всероссийского общества инвалидов проводят праздник урожая под названием Осенний калейдоскоп Мы знаем, что в каждой организации есть хорошие активные хозяйки хорошие огородницы Раньше это начиналось как конкурс То есть было первое, второе, третье место Но потом мы решили, что они все молодцы Они все победители И сейчас это не конкурс а просто большой праздник на котором они представляют свое искусство свое творчество и свое хозяйство Праздник в осени предшествует тщательная подготовка Каждая команда продумывает меню поделки и костюмы Обязательная часть программы презентация своего стола Людмила Коткина представляет Кировское районное отделение Всероссийского общества инвалидов Уже много лет она принимает участие в празднике Каждый год поражается изобретательности и фантазией своих коллег по команде Вот и в этом году необычное решение Во главе стола нарядный кабачок в платье в горошек Всегда прям с удовольствием принимаю участие Потому что столько интересного Фантазия людей неограниченная Делают из овощей, из фруктов всевозможных там ну, зверьков там каких-то Очень интересно Желание общаться и делиться секретами садоводства и кулинарного искусства То, что объединяет всех собравшихся Именно благодаря этому посылу и возникла идея устраивать праздник осени И самое главное, понимаете Ведь когда тебя кто-то похвалит Не только сам себя, а кто-то Все равно оценка себя уже намного выше, чем сам себя На празднике выступили творческие коллективы с песнями на тему осени Торжество завершилось дегустацией блюд Галина Топилина, Игорь Казановский, События У них несгибаемый спортивный дух и сильнейшая воля к победе В спортивном комплексе «Виктория-2» прошел городской паралимпийский фестиваль посвященный Дню пожилого человека Команды девяти самарских районов состоящие из пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья соревновались в пяти видах спорта Подробнее расскажем в нашем материале На городском парафестивале за столами для настольного тенниса разворачивается серьезная борьба Соперники уже давно знакомы Многие из них профессионально занимались этим видом Другие только на любительском уровне Но все равно стараются показать свою лучшую игру Ведь сражаются не только за свое имя но и за честь района Сюда приходим, как бы, да, мне нравится Очень хорошо заниматься Фавориты вот они играют Они очень серьезные игроки Ой-ой-ой С ними не сложно биться И не теннисист с таком краем Это чисто любительская тема А тут ребята занимаются, мастера Не менее напряженные и в секторе с корнхоллом Здесь участникам нужно попадать специальными мешочками в лунку на расстоянии нескольких метров Либо сохранить его на площадке рядом Татьяна Безвербных с этой задачей справилась Большая часть бросков завершилась с набранными очками Но, признается женщина, на разминке было гораздо проще Когда тренировалась, было все легко Да, сейчас стало, как говорится, на счет Руки трясутся Какое-то волнение появилось Это интересно Интересно и азартно Вот именно хочется попасть в лунку Хочется, ну, победы хочется Паралимпийский спортивный фестиваль для пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья проходит в Самаре с 2009 года Он приурочен ко дню пожилого человека В этот раз команды девяти районов города собрались в спорткомплексе «Виктория-2» Чтобы выявить лучших в пяти видах спорта Дартсе, корнхолле, мини-гольфе, новусе и настольном теннисе Это такие виды спорта, которые не требуют очень большой физической активности Поскольку мы должны понимать, что это все-таки люди с ограниченными возможностями Они ведь готовятся, они тренируются Они в эти игры играют на протяжении какого-то времени для того, чтобы самый хороший результат показать на этих соревнованиях По завершении турнира лучших пара спортсменов наградили медалями, кубками и ценными призами Также они получили право представлять Самару на областных соревнованиях Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, События На этом наш выпуск подошел к концу Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС В нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассники Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях Все вам доброго и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok